Реально покорно. И почему? У меня так случилось, что я наследственно имею проблемы с сосудами головного мозга. Более 30 лет я страдаю. Что такое инсульт, скорые, когда скорая приезжает под иглой, только когда магнезия уходит потихоньку, давление неоднократное, несколько раз в суток бывают гипертонические кризы, когда давление держится более месяца, и врачи не могут подобрать никакой препарат, его меняют. Просто практически, наверное, все, что есть известно врачам, все это я прошла. Все это не понаслышке. И вот, когда Диана приехала 5 гернваря, она так вот, знаете, вскользь говорит, а вот это вот, у кого давление вдруг, если оно поднимается, 4 капельки под язык. И все, она это вскользь сказала, но так как это моя проблема, я это запомнила. Наверное, дней 10 тому назад у меня очередной раз давление. А у меня каптоприл, это же скоро помощной препарат, он у меня во всех сумочках и на ночном столике, везде. Я же очередной раз за каптоприл, потому что стоп, и сама себе думаю, сейчас я эксперимент, где-то там, знаете, так вот, ну, не может такого быть, да. Даже, знаете, какой-то такой внутренний стек у меня был. Сейчас я вам покажу, что это не работает. Я беру 4 капельки под язык, подхожу к зеркалу. Я там делаю одну процедуру, которая у меня буквально полторы-две минуты была. Вы видите, вот это не было щелчком, это не было каким-то ударом внутри, нет. Около двух минут прошло. Это мгновение одно, мгновение до состояния организма и мгновение после. Мне сразу стало легко голове, мне стало светло голове, мне, у меня, вот абсолютно другое, я все стала чувствовать совершенно по-другому. Я померила давление, давление в норме, а давление повышается плюс 50%, что верхнее, что нижнее. Врачи знают, что это очень плохо, это много очень. Но это еще не все. У меня дочь, которая очень консервативный человек, ну, просто супер консервативный. И когда я ей что-то рекомендую, говорит, Сашенька, ну, пожалуйста, ну, вот это. Знаете, она мне задает один единственный вопрос. А ты что, врач? И все. Вся моя аргументация на этом мгновенно заканчивается, и все. Я его искренне переживаю, что она что-то хорошее не принимает, но я ничего не могу сделать. Прошлое воскресенье у нее тоже поднялось давление. Нам это по материнской линии всем девочкам передалось. А она мне, мамочка, там, там, как-то дред. Я говорю, я тебе сейчас беру такую, беру копейки. Я там, ну, класс такой. Ну, так как она в таком тяжелом состоянии была, она приняла их. Подъездочок, я говорю, поднимаю язык, я и ковну. Я наблюдаю. А она-то еще ничего не знает, это ей ничего не говорит. Проходит минуты три, она выходит из комнаты и пошла с ребенком играть в другую комнату. Я молчу, ничего не говорю. Проходит какое-то время. Я у нее говорю, Сашу, а как ты себя чувствуешь? Она говорит, прекрасно. Она забыла, что у нее было давление. В эту среду она уезжает в поездку, встала в 4 утра, голова у нее не очень. Она у меня уже тут же накатилась. Я говорю, это не можете волшебных капельных накапать? Аллилуйя, yes! Это вот за все годы было впервые. Такое, что она это приняла. Она говорит, можно эти волшебные капельки с собой возьму? Я говорю, конечно, можно. И еще такой момент, вот опять-таки врачи знают, когда человек может стоять на одной ноге с открытыми глазами, это значит, очень хороший показатель. Как только он перестает это делать, то это первые начальные симптомы заболевания Альцгеймера. И я всегда, женщины меня поймут, колготки я одевала стоя. Если нет статистики у вас этой, пожалуйста, внесите эту статистику. Я думаю, навряд ли одевание колготок у вас было в статистике. Но я обращаю на каждые нюансы. Это очень важно, правда. Я уже последние годы три колготки одевала, сидя на диване. Две недели подряд я колготки одеваю стоя. Это, я вам хочу сказать, для меня стоит, дорогого. Да. И это важно на самом деле. У меня все. Спасибо вам большое. Спасибо.